Сахарный диагноз, с которым жить совсем не сладко, если не знаешь как. Диабет – одно из самых распространенных заболеваний. В мире более 425 миллионов человек. В России – более 4,5 миллионов. Не считая тех, кто пока еще не знает, что уже находится в сладком плену. А это каждый пятый. К сожалению, я не исключение. Обратиться к врачу решила, когда заметила, что даже после 10 часов сна просыпаюсь с большим трудом. Чувствую постоянную усталость и набираю вес от одного только запаха – булки или шоколада. Вердикт врача – гормональный сбой, как следствие, преддиабет. О нем и поговорим сегодня. Для начала разберемся, с чего начинается сахарный недуг. Основная причина – повышенный уровень сахара в крови. На ранней стадии заболевания его показатели уже с утра натощак будут выше нормы – более 5,5 миллимоль на литр. А после завтрака сахар, как и легкоатлет в шестом, совершает резкий прыжок в высоту. Спровоцировать его может даже безобидная, на первый взгляд, несладкая каша на воде. Та же овсянка, например. Пока вы, как герой древнегреческих мифов Геркулес, настраиваетесь на свершение трудового подвига, содержащиеся в каше углеводы превращаются в нашем организме в ту самую глюкозу. И ее уровень постепенно растет. Самый пик – через два часа. Вот только в отличие от спорта, здесь результат не в вашу пользу. Клетки организма питаются глюкозой, которая содержится в углеводах. Для них это топливо, но чтобы его усвоить, нужен инсулин. Его вырабатывает поджелудочная железа. Однако при гормональном сбое до адресата он не доходит. Развивается инсулинорезистентность. Проще говоря, клетки теряют чувствительность к инсулину и, не получая глюкозы, постоянно требуют новую порцию углеводов. И вот вы уже тянетесь за очередной плюшкой. И история повторяется. В итоге клетки остаются голодными, а скопившиеся в крови излишки глюкозы отправляются на хранение в так называемое депо – в ваши бока. Суточная норма сахара – 6 чайных ложек. Но потребляем мы гораздо больше, даже если пьем чай и кофе несладкими и периодически отказываем себе в десертах. Все потому, что мы не учитываем скрытые сахара. А ведь они есть практически во всех переработанных продуктах. Так, в 100 граммах любимых нами сосисок – 2 чайные ложки. В тех же кашах быстрого приготовления, которые нам преподносят как диетические – 3,5 чайных ложки сахара на 100 граммов. В стакане сладкой газировки – 8-10 ложек. В упаковке кетчупа весом 350 граммов – около 14. Для сравнения, столько же задержится в 100 граммах зефира. Преддиабет – это нарушение обмена веществ. Это то состояние, когда уже нет здоровья, но еще не развелась болезнь. И это состояние может протекать абсолютно бессимптомно, может начинаться в раннем возрасте. И человек ничего не чувствует. Его ничего не беспокоит, нарастает вес. Может быть слабость, когда-то во рту посушивает. Ничего нет. И так продолжается годами. До тех пор, пока мы не выявляем уже высокий сахар и не выставляем диагноз сахарный диабет второго типа. В чем преимущество, когда пациент пришел к нам именно на стадии преддиабета? Преддиабета – это состояние обратимое. Там все можно исправить, если вовремя вмешаться. Миф первый. Если у меня будет диабет, я сразу об этом узнаю. Да, если речь идет о сахарном диабете первого типа. Болезнь настолько стремительно развивается, что не заметить симптомы просто невозможно. Диабет второго типа долгое время протекает незаметно. За это его еще называют немым. Тоже можно сказать и о преддиабете. Поэтому пациенты, впервые узнавшие о своем диагнозе, нередко отказываются от лечения. Чувствуют-то они себя нормально. И это главная ошибка. Всем людям, у которых есть избыток веса, желательно хотя бы раз в год контролировать уровень глюкозы крови. Факторами риска также, помимо избытка веса, являются наследственность отягощенная у кого-то из кровных родственников, уже имеющийся сахарный диабет, гиподинамия, то есть работа, связанная с малой физической активностью, с большим стрессовым каким-то фактором. Это абдоминальное имена ожирения, то есть объем талии у женщин более 80 сантиметров, объем талии мужчин более 94 сантиметров. Диагноз преддиабет еще не означает, что у вас обязательно разовьется диабет, говорят врачи. Нужно лишь изменить образ жизни. Чаще же происходит наоборот. Любое сообщение о диагнозе тяжелом, которое угрожает жизни, которое имеет неизвестные перспективы, является стрессом, зачастую шоком для человека, это является психотравмой. В первой стадии, разумеется, происходит угнетение психического состояния, а вследствие этого в последующем просто шокирующая реакция и отрицание. Человек отрицает наличие у себя заболевания, он находится в стрессе. Отрицание длится совершенно разное количество времени у разных людей. У кого-то это первые минуты, и в последующем человек все-таки двигается дальше. У кого-то это длительное время, дни и месяцы. Лучшим переговорщиком между вами и сахарным недугом будет спорт. Хотя бы 30 минут ежедневно. Это могут быть плавания, например, активная ходьба или просто утренняя зарядка. Почему это так важно, объяснит мой тренер. На самом деле объяснение простое. Когда мы выполняем физические упражнения, наше тело активно поглощает глюкозу, тем самым снижая уровень сахара в крови, при этом без участия инсулина. Помимо этого, регулярные занятия спортом помогают снизить массу тела за счет мобилизации жировой ткани. Проконсультируйтесь с лечащим врачом о том, какие упражнения вы можете себе позволить. У меня, например, особых ограничений нет. Увеличивайте нагрузку постепенно. И обязательно измеряйте сахар до и после тренировки. Слишком интенсивные занятия могут спровоцировать гипогликемию, когда концентрация глюкозы в крови снижается до опасных пределов – 3,5 ммл на литр. Первые симптомы – частое сердцебиение, слабость, головокружение и головная боль. Поэтому всегда держите на готове маленькую упаковку сока или конфету, чтобы повысить уровень сахара. Сейчас у меня 5,2. В принципе, нормальный уровень глюкозы в крови. Посмотрим, что будет после тренировки. Начнем с кардиосессии. 15 минут на дорожке, либо на эллипсоиде идеально подойдут для разминки. И кардиотренировки отлично укрепляют сердечную мышцу, что помогает бороться с некоторыми заболеваниями, и даже их придет вращать. Для ходьбы выбираем среднюю интенсивность, то есть пульс держим не выше 110 ударов в минуту. Ноги ставим чуть-чуть ширины плеч. То есть мы будем делать приседания с широкой постановкой ног. Носочки чуть-чуть разворачиваем в стороны. Спинка прямая, грудная клетка приподнята. Подбородок удерживаем в нейтральном положении. Отводим таз назад. Ручки можно сложить перед собой. Отводим таз назад. С прямой спиной начинаем опускаться вниз. Отжимания от пола. Мы с тобой будем выполнять их... Дима, это будет один раз. Колен. Один. Причем без поднятия. Просто опускать. Ну, слушай, тоже неплохо. Это уже уровень. Давай попробуем. Таз мы опускаем и фиксируем его за счет напряжения ягодичных мышц и мышц живота. Почувствовала? Отлично. Теперь сгибаем локти и опускаемся, плавно опускаемся вниз. Наша задача коснуться грудной клетки и пола. Порядка 5-6 упражнений. Каждое выполняем по 10-12 повторений. Интервал отдыха между упражнениями 30 секунд. После тренировки мы еще раз обязательно измеряем уровень глюкозы в крови, чтобы понять, насколько он понизился. И если это необходимо, съедаем конфету. Уровень 4,9. Конфета не понадобится. Еще один важный пункт в договоре о перемирии – диета. Меньше простых углеводов и жира, больше белка и клетчатки. Вот главное правило питания каждого диабетика. Для жизни нам нужна энергия, но черпать ее лучше из чистого источника. Поэтому обращайте внимание на энергетическую ценность провизии. А чтобы путь к здоровой пище был не так тернист, покупайте только правильные продукты. Те, что будут полезны и вам, и вашим домочадцам. Необходимо за питанием следить, чтобы питание было четырехразовое, как минимум. А лучше еще и пятиразовое. То есть регулярно питаться. Калорийность должна каждого приема пищи примерно быть одинаковым. Соблюдать питьевой режим. Так как это нарушение углеводного обмена, то мы, соответственно, ограничиваем углеводы. Углеводы бывают двух типов. Это быстрые углеводы, это мед, сахар, различные выпечка, варенье и так далее. А бывают медленные углеводы, которые не оказывают такого отрицательного влияния и медленно высвобождаются, не приводя к резким скачкам сахара. Однако далеко не каждый готов рассчитывать количество калорий, белков и углеводов перед едой. Многие и вовсе не понимают, что можно есть и как это приготовить вкусно. Сегодня в нашем диабетическом меню фаршированные перцы. Все расчеты уже сделаны. Вам останется только взвесить готовую порцию. Нам понадобятся куриные грудки 300 граммов, два болгарских перца, одна средняя луковица и 250 граммов сыра. Куриные грудки измельчить блендером. В получившийся фарш добавить мелко порезанный лук, соль и перец по вкусу. Болгарский перец разрезать пополам и очистить от семечек. Каждую половинку начинить фаршем, сверху посыпать тертым сыром. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 45 минут. Получился полноценный гарнир, в 100 граммах которого почти 248 калорий и всего 2 грамма углеводов. Приятного аппетита! И помните, ваше здоровье в ваших руках!